Вот этой пластинки 1906 года. С одной стороны, носок к манжуре, но она не такая, как сейчас, а такая, в общем, плачущая, больше рассказывает, чем поют. Уникальная запись 110-летней давности заставляет прохожих остановиться. На одну и ту же лавочку в парке Гагарина Анатолий Леонидович приходит уже почти год. В арсенале патефон и дюжина пластинок. Всего их у него около сотни, и чтобы порадовать слушателей, каждый раз приносят новые. Песни Руслановой, Утесова, Старинные романцы – это будто музыкальный музей под открытым небом. Дарить жителям знаменитые произведения такими, какими их любили наши бабушки и дедушки, мужчина решил после неожиданной находки. У бабушки в сарай сломанный патефон нашел в Оренбургской области, в деревне. Восстановил его, там куру на нем сидели, сломанный был. Мне 80, я с 36-го года, патефон с 35-го, на год старше, мы с ним почти ровесники. Почистил, поменял пружину и патефон запел, как новенький. Пластинки дядя Толи, как его все называют, собрал по соседям. Говорит, десятки записей, не коллекция, инструмент для музыкального путешествия. Вот тем, наверное, я отличаюсь от лекционеров. Коллекционеры собирают, пасают их на скамейку, сядут на них и всю жизнь будут сидеть. Я, ну, пластинки, если собираю, то только для того, чтобы играть людям. За патефоном, который каждый день слышит весь парк, внимательно ухаживает, своевременно ремонтирует, меняет иглы. Найти их трудно, да и стоят они дорого. На них и уходят пожертвования слушателей. Станочек сделал, сам затачиваю. Но наточить их можно, но ведь угол такой, как заводской, не выдержишь. Она портит пластинку. А иглы хватает две, максимум три пластинки. Все. У дяди Толи уже появились поклонники. А обычно мы вот садимся сюда, на лавочку рядом, и подходят. Вот от таких маленьких детишек, они танцуют. Некоторые родители подхватывают песню. То есть это такой вот островок тепла, а потом дает только такой обаятельный человек, что разговаривать с ним, узнавать очень много нового, интересного, того, чего я никогда не знала, это просто чудесно. Дядя Толя говорит, пока народ интересуется и с любопытством слушает пластинки, на лавочку в парке Гагарина будет возвращаться каждый день. Алина Чемерис, Полина Рузавина, Дмитрий Мешканцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова